так снова здравствуйте друзья железо на проводе это вторая серия будет под названием черенки животворящие первой серии принципе я показал как их надо отрезать где надо отрезать когда надо отрезать после первых морозов вот не дай бог после оттепели а потом морозов и наконец какой-то момент я подумал боже ты мой а их же привать надо а привем на подвой а что такое подвой а подвой он должен быть сто раз мощнее привозь вот это вот нежное создание которое имеет свою родину в начале сады эдема вот где были адам севы потом следующий переезд был это египет италия испания а потом на север на север а мы все наглее а как их тут удержать вот он персик неукровной до перед вами 1 из подвода он быть мощнейший а смотрите что получается почему я вынужден продлить ради вас друзья как я люблю говорить ради жизни на земле вот это мы все проходили видите первой серии так все это надо вот его же как мог рассказал вот это можно за один сезон за одно лето вырастить если будут мощный подвой так посмотрите где мы берем черенок вот вот эти черенки у самого низа самые две-три фрагмента самое ценное верхушки я выбрасываю сами видите ценные персики верхняя половина не сажается и тут еще много чего познакомил вас с волшебником тоторовым у которого лучше и лучше из нас сад из груш слив и много чего еще видите какая коллекция да вот это все посмотрели я качество черенков видели верхняя треть это и половина выбрасывается ради качества ради вас друзья показал принципиальные подходы окулировка долой лучи накопулировка приветствуется согласитесь что я это для вас подготовил прекрасный материал а вот обругал секаторы это совершеннейшая гадость вот показал что такое настоящий сад что такое привычный нож но об с обманом пишите привычный пришлют только заточься на две стороны вы его можете или резать хлеб масло хорошо режет ну и все и вот мы дошли до этого смотрите ребята что такое подвой вы посеяли допустим вот абрикосов дерево значит вы посеете допустим мои же манжурские абрикосы сыновья манжурские абрикосы выдерживает минус 50 а у вас при минус 20 возьмут и сгниют вернее просто не простутся или умрут вот при вам вообще не взойти сгнить прямо там почему вот это подлые вещи которыми забит интернет я вынужден это продлить не будет у вас морозостойких мощнейших подвоев все остальное прививать то бесполезно и заказывать бесполезно должно выдержать 50 при первых морозах все мертво смотрите вот кто этого человека учит абрикосовые косточки большие я посадила чтобы не занимали место кто тебя просил другим все это рассказывать зачем ты написала что высевая лунки 20 сантиметров до сих пор рекорд был 10 и вдруг 20 и там на глубине 20 сантиметров пока он будет ползет наверх выползет наружу то есть на солнце вот эти 20 сантиметров это не просто росток это основание штаба нижняя часть и она под землей сгниет сто процентов вот так вот в этом году плодов не было заморозки погубили цветки то скорее всего вас они уже умирают вот почему не было поэтому фотографии не будет правильно какая надо так быть тупой чтобы люди которые смотрят тебя и верят тебе взяли посадили на глубину 20 сантиметров я просто возмущаюсь вот ну раз уж прививаем вот эти мощные деревья это третий этаж чтобы не погубить не погубить это дерево и потом это груша нам мои груши дают до 30 40 ведер разорвет на пополам разорвет чтобы этого не случилось делаем вот эту ветку второстепенной отрезать не будем чтобы вот эта часть потому что дерево россии еще метр и метр вверх а все это из-за этой раны страшного здесь будет кибель сосудов проводящих поняли да значит переводим в редкую ветку с помощью прививки в второстепенная но прививка уже желательно второй сорт испытать проверить вот дальше это у нас было я вам показывал вот это в предыдущем так вот просто я не мог не пройти мимо от этих 20 сантиметров которые ненавижу вот вот этих специалистов символическая закопка семян только она дает хотя опасно мыши но только надо эту возможность выросить здоровые деревья вот смотрим дальше значит переплеваем какую-то из этих самых то что мы принято называть поросли но если примется будьте добры постепенно уничтожайте все это дерево в данном случае вишня ради черешни будьте добры убирайте уже постепенно если просто оставить это будет самотек и толку не будет здесь было привито вживлено две веточки до вращеб что получилось и наглядный пример что каждая почка имеет свою личную как надо свой личный характер свой личный геном она или фенотип она может развиться такой мощное дерево а может стать носить в себе задатки боковой 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 плодовой ветки видите как это важно знать желательно 2 но дальше вот этот у меня видите абрикос и все прекрасно но центральный проводник я внедрил хотел у еще дерево назовем так облагородить они обе мертвы но существует такое понятие химеры даже простите меня все зверь открою и продолжим так продолжим значит чтобы облагородить они мертвы но это не значит что ген от них не попали сюда и и вот именно эти косточки само собой могут новое качество нести но и плоды вот знаете как я на этом дереве чего добился пол дерева мелкие плоды пол дерева крупные но это уже так для тех кому скучно жить можно даже не отрезать вот эти мертвые а оставить так как напоминание смотреть что будет вот прививка позднее уже поздно уже цветет дерево она отстает отстанет на месяц на полтора а осень а у меня сибирь а осень она возьмет и не вызреет вот и дерево погибнет поэтому это моя напоминаловка это как узелок на память будьте добры прививайте вовремя с началом сокродвижения ориентируйтесь по березам опять отвлекся вот первый раз я в 6 вечера вот тебе и это спасибо кто-то изготовит пока мы с вами будем вот это яркий пример под этой бутылкой месяц если держать под ней или хотя бы до того как появится зеленый конус так называемый зазеленеет почка и не будет страшной жары мы на сезон как бы увеличим на целый месяц значит вызревание осенью отсюда здоровье моих деревьев вот этот совет раз уж мы прививаем вот это вот мне фотографию прислал мой ученик молодец спасибо он прекрасно прививает у земли все по железу в очередной железу кроме одного в яму посадил сгноит точно вот этот мне тоже прислали фотографию одобрям не одобрям я сказал не одобрям здесь хотя бы камбий совпадает у привое и у подвое вот видите даже распустилась ну я бы вот такие вот уже бы наверное под коробу привал хотя хрен редкий не слаще поздновато но что-то у него вырастет а средние скорее всего будет мертвый потому что нам нужно чтобы камбий совпадал с камбием вот это есть та самая окулировка которую я не люблю если говорить честно то терпеть ненавижу вот почему есть эта старинная книга это по которой учились целое поколение будущих академиков и убито в голове и 21 веке лень свои фотографии сделать вот как я делаю да а просто берут эту фотографию вот так отрезают тут чтоб не было видно рисунки и своими словами пишут но пишут то же самое слева правильно справа неправильно да вот два раза меньше по размеру этот самый рано и все равно это страшная рано представляете как сюда попадает мороз и как будет это дерево развиваться значит наша задача пропагандировать отказ от принципе от так называемой окулировки вот ну здесь уже сама технология окулировки мы ее запоминать и комментировать не будем вот ну здесь мне подвернулся такой подвой ну что мне было одну привить что ли а остальные что дички да пусть все четыре будут привиты а там посмотрим дерево саморешит какие оттолкнуть какие оставить вот эту фотографию мне прислали и говорят ой вы знаете вот эти вот где соединяется скелет соединяется с этим самым центральным проводником что это за наросты такие а я говорю это потому что вы не сняли вовремя пленку вовремя сдавленное дерево плохо развивалось и в конце концов я это называю глаза выпустить вот представь себе выпусти глаза и будете такие образно вот это и есть пленки срочно снимайте пленку все что я сказал вот это интересный разговор значит очень часто у меня бывало там на грядке 40 из них 20 с цветами ошибиться я не могу это ростовые почки но они комбинированные то есть ростовая почка в случае возможной гибели а для них это страшная хирургическая операция отрезали кусок от одного дерева присобачили извините за такое ненаучное слово присобачили к другому дереву и вместо того чтобы нормально развиваться она дает скорее скорее цветы чтобы дать хотя я бы хоть какой-то плодик а в плодике семечко и продлить этим рот а потом второе отборвать а в руки оборву не делайте ничего а сами отвалятся вот это страшная вещь казалось бы ну что особенно человек это а делал я своими руками но я сделал по хитрому я убедился что крупнейший в россии плодопитомник гонит халтуру такую что просто подставляет нет не тысячи тысячи это так много десятки и сотни тысяч этих своих клиентов подставляет как вот я специально сделал казалось бы безобидно ну ничего что подвой толстый а прямой тонкий ничего да внимание это я делал учебный снимок повторяя за ними я сидел вместе с этими ребятами вместе с ними на Урале прививал вместе с ними показывал им говорил им так нельзя давайте делать как я бы научу вот бесполезно смотрите с другой стороны видите как выглядит ох вот как они сроднились страшная рана только чтоб диаметры совпали плавно видите и дальше я пишу производство мертвого рожденных саженцев толстый подой тонкий прой не повторять не повторять вот еще одна моя фотография и наконец я вот это вот соединил и она будет жить вот а вот это документальная фотография обвинения это там том питомники я сделал эту фотографию видите вот эти страшные раны вот они вот они блестят вот эти полиэтиленовая пленка вот они страшные раны они приживаются понимаете приживются все равно то что на века останется страшная рана инвалидность инвалидность и как правило они умирают тыщами Trek уже никого не волнует корни то видели какие ой какие корни о боже мой вот бы сразу в его печку или в эту помойку вот это настоящая работа это ноги моего сына вот он слева вот время прививки ранняя весна потом бутылки вон там на зале плане видеть бутылки под бутылкой день за два там будет чуть теплее сейчас ниже покажу вот это вот плохая совместимость очень плохая ребята значит получается так рост почти не идет а по двое идет как хочет вот несовместимость такая что не трожь его и еще он сдохнет потому что по двое уничтожит а он уже пластичка уничтожил вот я сделаю снимок потому что да другие учат я учу здесь уже понятно здесь уже урод здесь уже будущий покойник в смысле привитая часть но я вот так вот оборвал чтобы показать как принято чтобы показать то самое его живучий кстати даже не до конца закопан ну бывает там дожди размыли вот это практически полная несовместимость биологическая не пошел привык а вот когда умирает такой саженец я беру это мое любимое занятие единственной стране садовый патологоанатом я смотрю что внутри вот она несовместимость а вот здесь полная совместимость релина савинич привет моя помощница будущий академик ну единство я все время подчеркиваю умнейшая грамотнейшая блондинка специально подчеркиваю что оказывается это самое генетические блондин и вовсе оказывается не а наоборот опережает где-то и вот и она опередила то есть стипендиант президентский красный диплом сейчас она как она аспирант вот и растет свой сад изучает мой сад и получается что речь идет уже о первый этап диссертации и вот эти вот 2 метровые больше прироста это 2 метровые просто да это о качестве привива хотя это уже на второй год то есть после первого года я черенки срезал на прививку вот чуть ниже почки проснулись выбросили страшнейший с этой длины но это причем без полива без убрения без ничего это говорит о полной победе мной над биологической несовместимостью мной все время это самое намекаю не намекаю государственная премия давно заработана за счет новой методы под названием насыщение ментора но так как ученые к этому отношения не имеют хрен я когда-нибудь получу эту госпремию есть у меня пару открытий которые тянут на Нобелевскую но еще раз это унижение для нашей науки вовремя не взяли меня к себе хотя такие попытки были с моей стороны вот это вот груша она умирает это гепатогенная зона вы должны знать все чтобы не делали если здесь гепатогенная зона гиблое место не будет расти дерево не будете вы здоровыми если по здесь вдруг в месте оказалось бы дом а в доме кровать рабочий стол даже кухонный стол это опасно долго сидим жуем вот гепатогенная зона отдельная тема я просто напоминаю это надо изучать в университетах в академиях к сожалению наука слепа как кроты вот слепак слепы как кроты это есть будущее поколение будут владеть рамками придумает новые тонкие приборы но это будущее поколение а пока сотни тысяч миллион аварий на связаны с пересечением гепатогенных зон миллионы трупов миллионы этих самых слез родственников миллионы коллег страшные трагедии только потому что не изучается роли гепатогенной зоне и влияние на деревья и на мозги человека лишний раз подчеркнуть это я не могу я обвиняю науку тупости и в нежелании работать я железо обвиняю науку я знаю мне уже туда хода нет после таких оскорбительных слов но найдутся другие которые где-то у себя готовится в голове а потом все-таки дойдет до них вот это вот прививки одного года это прививки груши лада на те самые подвое значит я просто подчеркиваю следующее эти груши должны иметь вот такую крону и защищать листья должны защищать прикорневой этот самый круг так от дождя от сырости потому что самое слабое место у груши это основание штамба самое слабое оно главное является том в общем комплекте мер которые мы называем которые мы называем совокупности свойств например взаимостойкость морозостойкость и так далее вот эта сухость она решающая даже больше чем вот эти груши которые на подвое выдерживает 40 и плодоносят а без подвоя они всего лишь 30 но главное если сухая вот это все это это так важно поэтому я сделал очень удачную фотографию для будущих учебников студентов когда студенту вот этот попадет просто это будет уже не просто с глупыми вопросами эти высосанными из пальца дурацкими экзаменами а будет по-другому вот тебе рисунок вот тебе фотография ну-ка отвечай комментируй если они скажут что основание штампа сгниет если у как это там сколько этих самых а шмыгуйте делайте штамп ему убирайте нижние листья потомка если не успели убирайте ветки если ветки уже размером толщиной с руку с ногу все равно нижние убирайте это подлость предательство преследует всю страну и у нас из-за этого нет не только груша вообще ничего так черенки качество черенков даже сейчас видите и вообще идет сейчас рассылка во всю вот потом ажиотаж кончится и черенки кончатся наверное это будет где-то через месяц почему не сегодня потому что вот этот фильм опять потолкнет человек пять десять сделает заказ перед этим были фильмы сделаны в садах тоторова и чернобаева вот поэтому мне удалось 50 60 разослать заказов но деревья не вечные деревья страх страдает от привива от обрезки заготовка черенков поэтому заказывайте сейчас потому что потом не говорили что я хочу а где же я возьму вот вторая вот этих девушек запомните в следующем году меня не будет лежал же я трупом когда заболел коронавирусом хоть был этот самый шернутый этими уколами все равно вот и подумал девчата запомните одна вот дальше 2 июля серьезные девушки давайте это самое в следующем году меня не будет останется адрес электронный сайт а вы будете с ними уже дело иметь и получать вот такие черенки ясно а значит почему написано мичуринский клоун железа сказать с 30 грамм увеличил плоды до 100 120 это я железа но это понимаете как сегодня такое понятие недоступно науке и говорить сейчас об этом не буду вот это друзья я получил фотографию а человек получил вот от меня от железа Валерия Константиновича посылку сделал такой коллаж вот вами привычная лента а без нее куда и начнете чем попало привать вот там выше была этот помните там был нож привычный да двусторонний то есть обманом человеку прислали двусторонний ножка который просто назовем перочиной хлеб прежать вот масло хорошо режет а рядом был рулончик это самая обыкновенная сантехническая для этих заматывания ран на трубах нет взяли нож присоединили это назвали комплект и давать постоянно рассылать вот они привычная лента 100 штук здесь а стоит 500 рублей ну что дорого и не хватило денег допустим на эту на книгу электронная книга 500 книга бумажная 600 или 1300 смотря какая подарочные твердые обложки 1300 это 600 рублей мягкой обложки но тоже такая же цветная красивая а здесь одну брошюру заказали 100 рублей бутылку пива а заказали 4 200 рублей то есть получается если 4 заказали каждый брошюра полтинник полтинника уже на бутылку пива не хватит вот это вот вами дорого вот это вот я получил эту самую как называется фотографию вот это выслал тот самый челябинский тот самый вот это вот человеку вот этот шедевр видели а я допустим а сергей железов получил с крыма дисперсики и яблони когда она пришла вот это учеба уже смотрите для чего она нам надо было то что сдохнет и мы и так знали с крыма все равно что рано или поздно замерзет но мы надеялись веточки взять от вот тут отрезать вот тут оставить из почек и пусть растут это постига можно положить но вот эта часть это должны быть наши черенки роскошные персики где мне было взять вот это вот яблони ну какие яблони там такие названия вычурные вы вычурные 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 что это мне не для меня это не видно вот как добыть то можно если там без обмана они пришли уже все а как можно ведь в крыму в марте уже можно выкапывать на хрена было в мае высылать а думали что пока дойдет месяц фло может даже апреле высылали если высылайте на север при высылайте как можно раньше деньги угроблены ни хрена не получилось этой затеи еще вот так обрезал посадил все сдохло даже не проснулись видели какие тут корни вы бы заплакали от этого от жалости вот вами крым поняли да можно выписать саженцы верхнюю часть вот этих саженцев использовать или среднюю точнее использовать для прививок то есть вырезали фрагменты привили в себе и таким образом сколько десяток сортов новых можно было получить до каких которых даже у меня нету хотя у меня лучшая коллекция в россии место прививки у самой земли обратите внимание только вот пальцы вот сколько вот вот столько места именно здесь прививка вот это основа основного садоводства вот получается потому так судите здорово нет и получается вот так то было абрикос а это например груша так и сама форма груши я у своих соседей это самый там метров 100 между нами я сказал хозяйки я так и сказал подойдете к дереву сека там руки оборву а вот оно кривое горбатые плоды видели видели . еще не хватало и улучшать это дерево как делают тысячи якобы специалистов на самом деле дураки дураками садов не имеют нужны лайки передерут статью с в одном месте прилепят пару фотографий с интернета вот настоящее садоводство руки прочь называется а вот мои пожалуйста я две у меня их сотни таких фотографий но я вам по ли всего парочку показывают вот прививки мои видели где вот это есть здоровье дерево смотрите внимательно видели где прививка вот это есть здоровье дерево а нижняя часть с возрастом вылазит из земли делают холм сама но лучше холм делать заранее вот видите вот только что пальцы еле вылазят скелетная прививка я не я не считаю что это так уж важно можно их делать можно не делать хотите побольше сортов испытать сделайте там иссушается бы очень быстро пока сок соки дойдут до нее ну закрыли этими полиэтиленой пленкой чтобы она не мешочками чтобы не так быстро а по жару снимите вот эффективно помогает скелетная прививка я не против когда надо испытать новые сорта еще одна скелетная прививка вот украины привез вот пожалуйста вот он голден вот вот он квинти супер сорта сейчас украины сразу а то говорят я даже у меня все готово а сейчас скелетная прививка вот это получается так друзья на этом и остановимся не получилось все рассказать на заметок 2 серии и будем готовиться к 3 серии давайте я сейчас закруглюсь и на 3 серии каждая серия не больше 30 минут потому что сейчас она сама отключится тогда я проще отключаю в очень выгодную минуту и мы продолжим становиться волшебниками мы про черенки я говорю про прививки так до свидания друзья